Т-44-85 Хотя некоторые игроки просили об этом КВ-5 отлично показывает себя по статистике Ребаланса не будет, Шторм добавляет Мы проверяли это несколько раз Шторм, реагируя на нытье по поводу того, что фури слабоват Это в общем только немного отличающийся от обычного М4А3Е8 А М4А3Е8 показывает себя по статистике очень хорошо Переделанное умение шестое чувство не войдет ни в патч 0.9.4, ни в 0.9.5 Шторм признает, что после переработки умения шестое чувство У КВ-5 с его радистом будут проблемы Разработчики пересмотрят Будет ли возможность компенсировать это как-то иначе Шторм считает, что переработанное умение шестое чувство Будет полезно для динамики игры Например, во время активной разведки И в тех случаях, когда вы выглядываете из-за скалы И если лампочка не сгорается Вы можете свободно ехать дальше Ну а теперь у нас интервью Антона Панкова на Игромире Режим укрепрайонов предназначен для формирования клановой экосистемы ГК перерабатывает в ГК 2.0 Это редизайн с изменением архитектуры и контента Структура будет более гибкой для того, чтобы варгейминг могла быстрее организовывать события на ГК На ГК запилен штурм и встречку 9.4 все еще запланирован на октябрь В нем будут укрепы 1.1 В укрепах появится магазин В котором кланы смогут покупать специальную технику и камуфляжи за укреповские ресурсы В этом магазине будут доступны танки, которые уже дарили за ГК Будут специальные клановые расходники Авиаразведка, авианалет, артподготовка, каменные поля, бункеры Эти расходники будут использоваться в укрепах и при определенных условиях на ГК Также будут ответные меры за такие расходники Количество расходников будет ограниченным Расходников в рандоме не будет, только для клановых режимов В 2014 году выйдет еще два патча 9.4 и 9.5 В 9.4 будет по большей части техническим патчем В нем также будет изменен киберспортивный режим 7.42 на 7.54 9.5 будет большим патчем и принесет много нового В частности британскую ветку STPT В котором на шестом уровне будет Firefly Warhaming потихоньку привносит функции управления кланами в контент В 9.5 будет режим индивидуальных боевых задач Они будут комплексными, сложными и длительными С уникальными наградами в конце В первой версии индивидуальных боевых задач В качестве наград будут уникальные танки 7-10 уровней Скорее всего это будет Т-55А, Т-28 Концепт и Объект 260 Из их числа В зависимости от того, насколько сложные задания вы сможете осилить Первой картой с Хавоком будет Сталинград Но ее в 9.4 еще не будет Клиентская физика будет в первом квартале 2015 года Скорее всего обновление 9.6 В новой физике движения будут улучшенные взаимодействия с различными поверхностями Ведут ручник и так далее В танковых гонках не используется новая физика движения Настоящие танки так не дрифтуют Разрабы прорабатывают идею мини-укрепрайонов для любых игроков, в том числе не клановых С использованием бонусов и расходников Однако пока не продвинулись дальше стадии обсуждения Разрабы подумают насчет переноса интерфейса укрепрайонов на мобильные устройства Разрабы работают над режимом ПВЕ Исторические бои перенесут в ПВЕ Команды игроков воюют против ботов в попытке воспроизвести исторический сценарий Игроки будут награждаться в зависимости от набранных очков Например, как быстро они достигли поставленной цели Будут вводиться исторические карты Еще один режим, на котором работает Wargame, режим выживания в ПВЕ Также уделяется внимание режимам для неприоритетных игроков Предполагающих содействие одного или нескольких танков 10 уровня Балансера по скиллу для игроков не будет Отрастил скилл, имеешь право нагибать Если интересуют равносильные игроки, играйте в ротах или на ГК Однако разработчики посматривают в сторону реализации какой-либо системы турниров или лиг По словам Эвели, несмотря на попытки глубокого анализа с привлечением некоего аналитического центра Никто не смог доказать, что баланс по скиллу сможет как-нибудь улучшить геймплей Разработчики планируют рандомные события Под типу футбола или гонок, в котором будет работать подобный баланс Но о выводе его на основу речи не идет Третья компания на ГК планируется в конце года Наградой будет Объект 907 Также можно будет выбрать один из трех танков Табкалев, М60 или 907 Третья компания задержалась в связи с необходимостью реализации системы укрепрайонов На этом у меня все Подписывайтесь на канал Вот не тот Свои вопросы и пожелания оставляйте в комментариях под видео Ставьте лайк Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok